Такого нашествия чиновников и работников прокуратуры двор на Огородной 188, наверное, не видел никогда. Ранее жильцы аварийной многоэтажки записали обращение к руководству страны. Люди устали жить в нечеловеческих условиях и требуют как можно быстрее решить вопрос с переселением. Действительно, проблема, она связана во многом с тем, что была вот такая чехарда с управляющими компаниями. И сейчас управляющей компании нет. Не с кем взаимодействовать, мы вынуждены сами искать хозяйственным способом устранять эти вопросы. Назавтра мы нашли специализированную организацию, которая займется вопросом горячей воды. У нас действовала в этом году программа переселения. Она была рассчитана еще на несколько лет. Но, в принципе, с большим содействием Вячеслава Володина, правительства, принято решение завершить ее в этом году. Она действовала, к сожалению, только для тех, кто был признан аварийным жильем до 1 января 2017 года. У вас... Сейчас я расскажу. Это просто... Ну, я прекрасно понимаю, что вас это никак не спасает. Вот сейчас происходит формирование второй очереди. Ваш дом вошел в первую десятку. В первую очередь. Мы прекрасно понимаем, мы мониторим и знаем, какие проблемы. Прекрасно знаем, что в таких условиях жить нельзя. Поэтому мы сейчас сформировали этот список. И я очень на это рассчитываю, что мы следующим годом вопрос закроем. Дальше. Что можем предложить? У нас на сегодняшний день есть маневренный фонд. Это, опять же, временное решение. Но мы понимаем, что у тех людей, у которых совсем сложилась ситуация, что условия, ну, на сегодняшний день невыносимые по проживанию. Поэтому давайте. У нас комитет по управлению имуществом решает эти вопросы. Мы туда обратимся. Ну, извините, но они этот вопрос не решают. Я пою там на очереди, уже пункт был. Знаю, знаю. Нет, смотрите, есть проблемы. Вот сегодня, вот по состоянию на сегодня мы посмотрели, какие только по нашему району есть помещения. Давайте еще раз мы туда обратимся. И еще раз тогда вместе будем этот процесс сопровождать, если уж так говорить. А как вы объясните ситуацию, что нам же администрация пишет о том, что дом должен быть снесен 11 октября 2020 года. То есть администрация, являющаяся представителем власти, нарушает свои сроки. Правильно? Нарушает перед нами, перед жильцами. Мы готовы продать землю, да, застройщику. Тут место очень хорошее, в принципе, инфраструктура тут рядом, школы, садики. Ну, то есть мы ждем уже более полутора, ну, получится год и почти полтора года, да, мы ждем. Вот, то есть вы нам предлагаете ждать еще. Сейчас мы сделаем ремонт, а потом вы нам придете и скажете, что до 25-го года мы будем ждать. Летом, когда делали вот этот угол, закладывали там все это, было ответственно тоже с администрацией, тоже я не помню, коммунальный или кто он там, невысокого роста такой парень. Мы ему не давали окно заделать, потому что в туалете он заделывал окно, чтобы там усилить конструкцию. Мы ему говорим, у нас в туалете нет света, у нас в туалете нет воды. То есть, чтобы в туалет сходить, мы с ведрами ходим. Смыть нечем, воды нет, просто нет воды в туалете. Ну, это как? Он такой, как это так? Как это не может быть? Все мы сделаем, прям завтра, послезавтра мы бригаду вызовем. Вот телефон. Я ему звонил, 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 звонил. Единственное, куда можно в администрации дозвониться, это до вашего секретаря. Да, да. Вот этот трубку берет. Всегда. В коммунальный отдел ты звонишь, сначала идет вызов, потом компьютер сработал, второй раз звонишь, все, трубка снята. А третий раз сказали, спасибо. Никто не берет. Я оставлю свой сотовый телефон, свой мобильный телефон. Если вот такие случаи есть, вы звоните, пожалуйста, мне. Мы разберемся, кто не берет, как и почему. Как будто мы живем в элитном доме. Вот я, многодетная мать, мне пришлось брать ипотеку, чтобы мои дети вот в этом говне, извините за выражение, не жили. Мне платежка, где я двери открываю, окна открываю. Анна, я все открываю, у меня жара. Мне платежка две тысячи пришла. Сюда три. Дайте, пожалуйста, вашу платежку, и мы разберемся на конкретном примере. Хорошо? Мы сходим в ПАУТ-плюс. Олег Юрьевич, Олег Юрьевич, парень. Да, не, не, частная ситуация, которая покажет общий пример, только и всего. Мне было бы раньше, пожалуйста. Когда вас интересует, какое время? На протяжении двух месяцев, наверное. Когда у нас то одно, то другое. Мы неоднократно с вами варим, запишем. Это подъезд. Никого не было, стоило, людям просто, у них кончились силы, выйдет просто, и появились все. Почему так происходит? Да не надо, я и так оплачу. Елена, вот смотрите. Ну мы сейчас пока платить не будем. Про оплату говорите, давайте две секунды, я перепел у Палека Александровича в курс заводского района. Вашим домом мы занимались в прошлом году по осени. У вас такие же проблемы были с канализацией. То есть лично я сюда выезжал, мы контролировали проведение работ, канализацию восстановили. Очень много было мусора, при том, что мусора вокруг дома, в доме, да, какие-то там ниши забиты мусором. То есть я лично выезжал тогда с Максимом Алексеевичем в Сиденку, он был главой заводского района. Мы этот вопрос контролировали. То есть там полностью эти вопросы мы все решили на тот момент. То есть проблемы также были с отоплением, мы входили в отопительный сезон. Также подвал был заполнен водой. Всю воду откачивали, отопление восстановили. Я не могу вам сказать, что его восстановили. То есть там поменяли всю систему теплоснабжения, но дом был запущен, и вы отопление получали. Я вам больше скажу, его нет. Я живу здесь 9 лет, его нет. А пойдемте посмотрим, какой у нас окопление. Его просто нет, они еле теплые. У меня дома два обживателя. Маленький ребенок. Его отопление не заново. Оно еле-еле теплое. Подождите 2 секунды, я договорю. Вы говорите об отоплении, мы завтра придем, то есть со специалистами Роспотребнадзора. И замеряем, давайте с радостью. То есть там померяем температурный режим и посмотрим, какая проблема, и будем этой проблемой заниматься. По поводу перерасчетов вы в конкуратуру с письменными обращениями в последнее время не обращались. То есть мы непосредственно это отслеживаем. Устали, простите. Сил нет. Без вопросов, то есть мы проведем проверку, соответственно, нет услуги, соответственно, мы выйдем в суд, соответственно, чтобы вам провели перерасчет по поводу услуги, которая не оказывается. Со своей стороны, какие действия? По расселению вам как раз объяснил, то есть там глава администрации, все четко и понятно, что сейчас расселяются дома, признанные аварийными только до 1 января 2018 года. А завтра она рухнет, что вы скажете на это? Программа, соответственно, там как бы она завершается досрочно, то есть ее планируют завершить в 2022 году. Все дома, которые наиболее аварийные, которые находятся в состоянии непригодном для проживания, то есть вам уже глава администрации пояснил, что в первую очередь они будут включены в программу, которая будет следующая действовать. На завтра всех отсюда рассели в маневренное жилье, я правильно понимаю? Потому что здесь опасно жить всем людям, правильно? Нас здесь живет 400 человек. Я стою полгода на очередь, и мне не раз в них положили. А у меня на полгода, каждый день течет. Сейчас глава администрации пояснил, давайте мы в отдельном порядке будем разбираться с каждым и подбирать маневренный фонд, соответственно. Вот я конкретно вас услышал рядом стоять. Сколько нам ждать? Да, сколько? Нам не нужно даже ремонт, не хотим. Вы нас, пожалуйста, расселите. Стоит надеяться на переселение или уже на... А еще вот это насчет пенсии. Здравствуйте. Я хотел... Минуты, куда я тихо? Максим Алексеевич. Программа на данный момент формируется, срок ее подформирования, второй квартал 2022 года. Она будет подразумевать такие же этапы, как и все программы. Что касается дома, про который вы говорили, который здесь стояли. Шестой Динамский 2 был признан, если я не память не снять, в 10-м году, потому что он вошел в программу, которая до 1 января 2014 года расселялась. И Омская 21, которая там ниже дом, соответственно, был признан в 11-м году. Расселение происходит в хронологическом порядке. Если кто-то хочет маневренный фонд, значит, я, Олег Юрьевич, попрошу в персональном порядке, со всеми проговорить, взять документы, необходимые для того, чтобы получение маневренного фонда. Соответственно, посмотреть все, которые жилые помещения есть, и можно предложить, людям предложить. Я надеюсь, вы знаете, чего нам стоило, чтобы вы сейчас вот здесь стояли. Вам так не кажется? А когда вам туда звонишь, вот туда звонишь, не дозвонишься, правда? Я вам оставлю свой сотовый телефон и больше таких вопросов нет. Вот ладно, сейчас нам делают воду, делают лестницу, все прекрасно. Завтра рушатся, я звоню, а говорят, вам сделали, чините сами. Нам опять нужно выйти всем домом. Но вы в прошлом году никуда не выходили, вы написали нам обращение. И опять так делать? Вот я вам говорю, что так не будет. Нам надо на муску. А если упадет дома, то просто некому. А если руку, потому что от проблемы не решатся. А ничего, мы сделали все, что мы могли сделать. А вот ребенок бы провалился. Делали? Положили дверь. Садя, смотрите. Положили дверь. Дверь надо убрать. Дверь только поднимите, пусть они поднимут. Нет, пусть подберите. Вот здесь вот сломали нам дверь. Вот здесь вот хозяйство. А если вы представляете, по пять раз уже все переполели. Вот дверь нам сломали. И положили ее туда. Пройдет опять жильцы ваши. Какие жильцы ваши ремонтные бригады приезжали? Вообще-то они там чинлили. Вот смотрите, что происходит туда, если туда залезет человек. Или упадет, или убьется. Вот кто? Пройдите, поднимитесь на первый этаж. Да. Только аккуратно, чтобы без перью. А как туда бабушка должна зайти? Семьем в стиле. Как вы думаете? Пойдет и зацепит. Как вот с колясками здесь не делали? Это ремонт. Ну а бедно задержали. Вот мы так делали. И вот эти считательные кабели, эти добродители, идут вот через мою квартиру, считай, кабеля. Это как бы полы проваливаются. Мы раз в полгода бетонируем сами, своими силами. Подвал сырой. Конечно, конечно. Это все разрушает. Это не предназначено для этого. Вот так и живем. С обогревателями. А я включила два обогревателя, другой включил два обогревателя. А что будет? А с основного дома? Туалетка вообще никакая. Туалетка писем. С пятого, на четвертый на голос, четвертый на трек. Я пошел, ну заделайте вы все, в конце концов. А что? Наш аварийный зал. Да. Да ж попривался, через две недели потолок пропнул. Ну что это? Пройдите, посмотрите, как проваливается унитаз. Зайдите, зайдите. Проходите, проходите. Полы проваливаются, а эти все проваливаются. Дети второго, третьего, третьего, четвертого этажа. Типа усилий. Лишь бы, лишь бы простоял. То есть они уже ожидают, что это будет падать. Они понимают, что плита не выдержит. Она сырая каждый день. Это вот сейчас вот здесь нет лужи. Каждый день вот здесь вот лужи. Все это осыпается. Сейчас несколько человек высказались. Я думаю, далеко не все, кто рассматривает вариант переезда маневренный фон. То есть мы выписали контактные данные, да, то есть там по квартире. Мы как-то подумали и, соответственно, рассмотрели этот вопрос. То есть кому в первоочередном порядке это необходимо, и кто готов переездить. Кто действительно готов ждать вот в таком жилье. Ну потому что я понимаю, у всех разные обстоятельства. И разное состояние этих комнат. То есть надо определить вот этот вот момент, исходя из этого, решить этот вопрос. Кому необходимо в первую очередь население маневренный фон.